Ходить здесь невозможно, разве что в резиновых сапогах, демонстрируют жители. Прямо перед домом образовалась огромная лужа с нечистотами. Несколько дней назад колодец, что во дворе, переполнился. Заявку жители подали сразу же, но на помощь коммунальщики приехали позже. Вонь не передавай. Даже не представляете, какая у нас здесь вонища. А на улице ведь такая жара. А здесь пожилые люди, дети. Вот как жить в такую жару? А выходной тем более было. Все принимают, кто душ, кто готовит. У нас здесь потоп вообще не передать какой. Колодец наконец-то прочистили, но это ненадолго, говорят жители. Через некоторое время история, как всегда, повторится. Да и лужу нечистот не откачали. Оставили как есть. Что нам делать? Мы пять дней живем с закрытыми окнами. Дети ночью открыли окно, потому что дышать чуть-чуть было вообще невозможно дома. Утром проснулись с признаками отравления. Голова болит, тошнота, резь в глазах. Завтра 37-38 прогнозируется. Чем мы будем дышать, я не знаю. Кроме того, во дворе проблемы и с опиловкой деревьев. Некоторые ветки огромного тополя уже давно высохли и представляют опасность для людей. Уже много раз жители обращались в управляющую компанию, но положительного результата это пока не принесло. В июле, когда были эти штормы, ветра, одна из веток, там вот ее потом, может быть, покажут, упала сюда на козырек крыши, под козырьком стояла коляска. Я вывезла коляску, пошла за ребенком. Когда я спустилась уже с ребенком, в коляске лежала огромная ветка. В управляющей компании, согласно документации, дерево уже пять лет назад как спилили. Деньги были сняты, дерева нет. Вы точно видите дерево? Но за пять лет такой тополь точно не вырастет. Люди надеются, что управляющая компания и коммунальные службы обратят на проблемы их двора внимание и, наконец-то, найдут способ решить их кардинально.